всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня будет достаточно короткое видео об аромате которому меня очень часто спрашивают как мужчины так и женщины я на протяжении уже пару лет отвечаю один и тот же вопрос что я думаю по поводу этого аромата это очень популярный аромат тициана терензия называется он кирки и у меня вот он в таком отливанте который я приобрела на сайте сэндберд я оставлю ссылку внизу если вы проживаете в штатах это очень хорошая подписка которая позволяет вам приобрести семь с половиной миллилитров за порядка где-то 13 долларов это очень доступно особенно если учесть что можно приобрести такие дорогие ароматы как тициана терензии как амуаж джульетт хезеган и многие 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 другие в общем отличный сервис ссылку внизу оставлю но не о нем речь речь об аромате кирки что могу сказать считаю что этот аромат универсален он подойдет и мужчинам и женщинам но я категорически не рекомендую приобретать этот аромат вслепую его нужно обязательно протестировать сейчас я аргументирую почему здесь есть два аккорда или две один из них аккорд а вторая нота который далеко не на всех раскроется хорошо и поскольку это достаточно дорогой парфюм я считаю что рисковать не стоит как раз лучше буду взять себе вот такой отливант и хорошенько распробовать и принять впоследствии решение нужно вам полная бутылочка или нет аромат открывается очень красивыми сочными яркими фруктовыми нотами вот я сейчас его нанесла буду слушать вам рассказывать эти ноты они действительно очень упоительны это экзотические фрукты это маракуйя это персик это груша это очень очень сладко это даже в некоторой степени липко и возможно для кого-то даже назойливы то есть это вот перед вами тарелка разрезанных вот этих фруктов которые источают все вот эти ароматы и из которых стекает сок когда вы их начинаете поглощать вот это первый запах и он очень хорошо сбалансированы натуральные правдоподобные не искусственный ароматизатор в этом контексте паоло терензе молодец он воссоздал очень качественные красивые звучащие фруктовые ноты которые не искусственные это очень важно но впоследствии здесь заступает одна интересная нота к счастью вернее аккорд это аккорд и что это совокупность нот которые на мне звучит нормально и пролетает достаточно быстро на ком-то это может уже здесь аромат может сломаться этот аккорд мокрого песка господа это с одной стороны конечно очень креативный и не так просто создать подобного рода звучание но это означает что такая неординарная неоднозначная вещь сядет далеко не на каждого нам на мне этот аромат действительно это запах вот эти вот вот мокрые камни мокрый песок вот нету излишней сухости нету какой-то водорослевость такой вот сырости нету такого запаха вот именно запах песка на пляже но я слышала мнение что на ком-то выскакивает сырость которая уже создает диссонанс с такими солнечными яркими фруктами это может не совсем хорошо сочетаться далеко не на всех будет сочетаться хорошо в этом аромате также присутствует очень активная нота мускуса и я уже говорила много-много раз что для меня критерием качества аромата если в нем есть в базе мускус это то как он себя ведет я считаю что это во первых качестве ингредиентов во вторых талант парфюмера иногда мускус разваливается на совершенно жуткие вещи начинает пахнуть потом или простите экскрементами или просто иногда какой-то вот знаете такой вот химический запах какой-то плавленый каучука какого-то вот чего-то такого то есть это все очень нехорошо и я это не люблю ну и к сожалению так бывает с нишевыми ароматами в том числе что мускус ведет себя так плохо здесь очень очень интенсивный очень яркий мускус если вам не нравится интенсивный яркий мощный анималистичный мускус этот аромат не для вас но если вы любите этот мускус тестировать его на себе потому что он очень граничит с запахом пота то есть он практически там для кого-то это может оказаться тошнотворно поэтому тестируйте строго на своей коже это очень активный мускус и должна сказать что здесь опять же проявляется талант парфюмера то что вот связать вот такой очень анималистичный восточный мускус и такой вот солнечные фруктовые ноты получилось очень планомерно то есть нету диссонанса я подозреваю что это может быть было создано при помощи амбраксана при помощи правильно подобранных древесных нот быть может какие-то даже цветочные связующие тоже присутствуют в этом аромате в общем тут и и ванили какие-то вот может быть очень тонкие специи то есть тут аромат собран перетекает из одной своей постаси в другую очень очень я бы сказала натурально очень правдоподобно без особого усилия то есть нету какой-то угловатости то есть очень плавная композиция которая развивается на вашей коже и она очень интересная но она очень яркая очень интенсивная имейте это ввиду наносить надо чуть-чуть это очень концентрированный аромат вам его хватит очень и очень надолго и многие спрашивают какова его стойкость ребята это убойственная стойкость это наверное самый стойкий фруктовый парфюм который когда-либо попадал мне в руки в общем я восхищаюсь пауло терензи его талантом я считаю что он создал огромное количество прекрасных ароматов и я не являясь большим поклонником фруктовых ароматов скажу что вот это пятерка с плюсом от меня этому аромату до но будьте с ним очень осторожны пожалуйста тестируйте пожалуйста носите его в умеренных количествах наслаждайтесь им и да безусловно если вы мужчина который любит фруктовые ароматы я думаю вы сможете носить этот аромат исключительно благодаря мощному яркому мускусу и древесному аккорду который присутствует в этом аромате но обязательно условия все-таки должны любить фруктовую сладость если это не про вас то наверное стоит пройти мимо этого аромата надеюсь вам это видео было полезным напишите мне пожалуйста внизу что вы думаете про поводу кирки если он у вас в коллекции также напишите мне какой у вас самый любимый аромат от этого дома мне будет очень интересно почитать ваши комментарии большое спасибо за просмотр надеюсь вы поставите лайк если вы не подписаны на мой канал надеюсь вы это сделаете останетесь со мной продолжите смотреть мои видео конечно же не забудьте заглянуть на мой инстаграм до встречи в следующем видео пока